Здравствуйте, дорогие друзья! Как я и обещал, пока обрабатывается фильм, мы будем с вами изготавливать второй вариант мушки Royal Wolf. Я уже немножечко ускорил процесс, взял, добавил здесь все недостающие элементы, так как они повторяются. Единственное, только, как вы видите, грудка промотана несколько больше, чем она была промотана раньше. Теперь, что нам понадобится? Как я вам уже говорил, необходим полипропилен. Это пока те варианты, которые, честно скажу, они немножечко трудноватые в материалах, но они этого заслуживают. Значит, крылышко желательно формировать так, чтобы оно доходило до чуть ли не серединки нашего загиба. Берем, подхватываем под тяжестью буквально катушки и смотрим, как нам нужно уложить 2 пряди. Значит, проходим буквально по одному месту 2-3 раза, стараемся не утащить нашу нитку. Поправим еще раз. И очень неудобно, но желательно это сделать, рассредоточить пряжу поверху и опять же в одной и той же точке вот так мы должны пройти. И подровняв, обрезаем. У нас выйдет немножечко такое... Упала перышко сейчас. Чтобы сильно не было, вот оно у меня наляпистое по материалам, я вот так придержу ниткой, как вы видите, вот два таких вот крыла, которые как бы разъехались. Потом это все вычесывается, подчесывается, и практически, скажу честно, даже не видно, что вот у нас вышла вот такая своего рода рогатка. Чтобы наша пенка дальше никуда не уехала, нам необходимо вот хорошо нанести клей, без фанатизма. Я обычно беру вот, удерживаю крылышко и добавляю вот капельку. Она впитывает, так что вы будьте осторожны, чтобы больше чем нужно не нанести. и сразу подхватываем нашей ниткой. Отлично. Вот, и как вы видите, у нас уже все. Чем больше мы будем его руками трогать, тем больше он подровняется. Можно оставить в таком варианте, но я честно скажу, очень люблю, как вы догадались, перышки джунглевого петушка. Поэтому мы сейчас приукрасим наше крыло джунглевым петушком. Если вот как и у меня битые вот такие попадаются, это не страшно. Примеряем. Значит, оно должно идти у нас сверху и сбоку. Берем, подхватываем прямо по перу, а не по ости. Я обычно делаю так, тогда мне перо легче подравнивать и выставлять. Приблизительно прикинем по длине. Подровняем, подтянем. Должна доходить где-то до края хвостика. Не больше, не меньше. Чуть-чуть может заходить за край, это не страшно. Вот, подровняли еще. и должна приблизительно выйти вот такая конструкция с симметричным расположением нашего пера. Что я дальше делаю? Кому как нравится. Хотите, можете обрезать, хотите, можете с осью. Ну, я на место крепления наношу клей. Это мне будет несколько безопаснее и лучше. Нитку я опять подкрашу. И опушку, как вы уже теперь догадались, мы будем делать спереди на оставшейся вот длинной части нашей грудки. Я не дожидаюсь, пока клей подхватится, потому что я хорошо подхватил ниткой. И накосую вот колечко. Аккуратно срезаю остатки пера. Старайтесь не вытащить то перо, которое вот мы с вами закрепили. и подровняем. Скученность материала от этого у нас появилась. Учитывая то, что вот у меня перышек подходящих, допустим, вот в данный момент нет, как у вас, я взял два пера для того, чтобы выполнить мою опушку. Если мало этого, можете взять три перышка. но ёршик уже здесь должен быть такой пышненький, красивенький. Также увожу бородки вот так вперёд, чтобы потом закрепить замком. Так. вот еще, допустим, есть несколько вот вариантов, как хотите, можете грудку не делать, а ставить вот в таком варианте, как есть. Ну, я обычно беру, как я уже неоднократно показывал, вот один раз приобрёл, а у меня голова не болит по поводу вот такого таббинга. Я беру немножечко чёрного, вот он такой, как с фиолетовым оттенком, и возьму немножечко есть у меня ржавого такого цвета отдаёт, тоже чёрный, немножечко, вот буквально вот такую щепоточку. Можно и не добавлять, это я вам скажу откровенно, моя такая хитрость, которая заключается в чём. Если мы сейчас на конусе начнём мотать перо, то для вас как некоторых неопытных вязальчиков будет это затруднительно. И для того, чтобы вот таких проблем у нас не было, обычно можно и обыкновенно подмотать даббинг, если нет у вас вот такого блестящего, близко к крылу и убираем натяжечку, убираем скучность материала, доходим до колечка. После колечка подготовим площадочку, чтобы нам было потом удобно крепить перо. Значит, сколько вот пера, это вы уже также определитесь сами, но вот во втором варианте этого я обычно стараюсь ёршик делать, так как он у меня передний, больше нет поддержки на воде, а тело у нас не плавающее, а тонущее, поэтому я стараюсь вот его делать здесь попышнее. вот сколько у меня будет хватать моего пера. Три, четыре, всё зависит от того пера, которое вы применяете. Видите, вот даже у меня и то по дабингу начинает плыть перо. можно поднять крючок вверх и уйти от этой проблемы, но ничего страшного, как раз мы дошли до колечка. И закрепляем здесь перо парой-тройкой вот таких накидных подвесом удерживаем. Вот так. И я обычно беру увлажняю пальцы, а вам как уже будет удобно. Хотите со специальным приспособлением, как я уже показывал, есть. И начинаем уже здесь формировать головку виток к витку. Наезжаем буквально на то перо, которое мы с вами закрепили. Здесь головка у нас не должна быть такой, как на первом варианте, потому что мы и так с вами немножечко утяжелили. Нитку я оставляю, не подкрашиваю. Ну, в принципе-то хотите так, но я возьму нож, так как здесь два пера, и каждая по отдельности надо аккуратно срезать. Отлично. Как вы видите, вот в этом варианте ёршик у нас вышел практически в идеале. Ну, и дальше нет никаких здесь сложностей. Берём, подкрашиваем нитку. Я обычно ещё, пока есть возможность, фломастером подкрашиваю вот так место, где у меня будет головка, чтобы было удобнее и по клею не лазить. и формируем теперь с ниток головочку и нанесём лака. Потом продолжим. Вот, друзья, наша головка подсохла и, как вы видите, ещё один из вариантов Royal Wolf готова. Как видно, крылышки красиво сверху. Ну, это мы чисто для себя, а не для рыбы. Ну, чем-то напоминает вот насекомое, которое упало в воду. Пока будет обрабатываться фильм, мы приступим к третьему варианту, который самый-самый, но уже бюджетный вариант. Благодарю за внимание. До следующего фильма.